дорогие друзья здравствуйте последнее время я стала реже записывать видео на своем канале все потому что как-то мало времени во-первых с фиалками очень много работы сейчас многие розетки переукореняются омолаживаю к весне фиалочки вот листики укореняю чтобы было вам что предложить в сезон отправок до фиалок почтой деток много которое уже нужно потихонечку отсаживать от листиков до с трейлерами со своими играюсь вот наблюдают что-то там пересаживаю формирую делаю какие-то выводы в общем-то работы много также конечно личное да ну время у нас сейчас дистанционка дети учатся на дистанционке вот это же вот эту всю учебу надо контролировать вот очень все это сложно у нас дистанционка с октября месяца и будет еще до конца марта а там возможно что и до конца года в связи с такими с таким положением в нашей области спасибо всем тем кто постоянно мне пишет сообщение звонит спрашивает интересуется все ли у меня хорошо все ли у меня в я знаю даже и те кто не пишет да просто там и где-то в комментариях в соцсетях пересекаемся но все равно люди переживают вот волнуются и мне это приятно для меня это такая знаете как поддержка идет вот значит вообще честно говоря конечно настроение нулевое вот но я стараюсь держаться стараюсь держаться потому что потому что так нужно раскисать не нужно несмотря ни на штат немножко с вами по откровенничала а сейчас хочу показать вам о своей фиалки трейлеры была такая просьба в комментариях я собрала немножко кустиков конечно это не все трейлеры которые у меня есть у меня их очень много они разбросаны по всему дому по подоконникам по стеллажам кусты огромные потому что у меня в основном сорта стандарты это серия реки и города вот стандарты у меня ну еще не цветут так как я хочу вот они зацветают но это не то что я хочу значит объясню коротко что я хочу трейлер что такое трейлер это такие фиалки у которых мы не убираем пасынки да мы выращиваем сначала большой куст и в моем понимании чтобы трейлер хорошо зацвел полноценно зацвел нужно сделать так чтобы абсолютно все эти головы выросли одновременно и чтобы они все одновременно зацвели вот поэтому особо я еще не хвастаюсь потому что вот это меня не устраивает вырастить быстро трейлер у вас получится только до первого цветения если же вырастить полноценно фиалку трейлер то быстро тут не получится вот так вот эти вот серии реки здесь я некоторые формировала кустики вот видите вот это вот у меня здесь уже пошло раз вот голова два голова и вот три голова третья голова вот они практически одного размера да и логично что если все это довести до ума вот вот эти все три головы зацветут одновременно и получится очень очень даже отлично вот такие сорта это полу мини сорта троки трейл вот они их не надо формироваться такие вот сорта они как-то вот сами раскладываются и естественно такие сорта ран раньше зацветают чем допустим серия реки и города еще меня знаете что очень удивляет когда показывают трейлерные сорта фиалок и вроде бы как бы человеке умеет выращивать ну по крайней мере делает вид что умеет и начинают восхищаться вот такими вот пасынками а эти же пасынки их же надо еще повыводить вот поэтому если у вас допустим 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 вот такой вот трейлер кустик вот такой и вы видите что там вот есть пасынки это еще ни о чем не говорит если вот тут вот сделать что-то не так неправильно то в общем то вот это основная основная голова у вас процветет а вот эти пасынки не вырос так и не вырастут естественно не зацветут тогда нужно будет либо срезку делать срезать и вот эту голову вот либо переращивать заново да многие там не заморачиваются высадили вот три розетки в одно кашпо вот эти основные головы процвели а то что там нет пасынков в общем-то для людей не проблема можно так делать да в принципе почему нет у каждого свои стандарты красоты до свои понятия выращивание поэтому все выращивают фиалки трейлеры так как считают нужными значит основном у меня цветут менюшки полу мини вот эти цветут все дс сады любви это вот в одну голову вот она уже цветет вот тут вот я формировала дс сады любви здесь 33 головы основные на одном корню корню вот сейчас я еще раз по удаляюсь по зачищаю все цветоносы у этого кустика и дальше уже все дальше уже трейлер немножко еще подрастет и я уже разрешу вот это вот этому всему цвести да вы тоже можете видеть что здесь три головы они практически одного размера и вполне естественно что зацветут они все вместе и получится очень даже ничего дс сады любви очень такой классный сорт да с необычными красивыми цветочками но я вот уже их вырастила очень много и я замечаю что этот сорт любит желтить листья вот желтеет желтеет нижний нижний ряд листочков как правило это говорит о том что идет недостаток питания вот ну я бы не сказала что в данном случае это можно назвать как недостаток питания абсолютно все трейлеры у меня на одной и той же подкормки одинаковая дозировка да все таки вот все таки это я считаю что вот какой-то минус сорта кстати вот такое же есть и у обычных фиалок такой минус у некоторых сортов есть в частности а в дамасская роза красная река смотрите какой кустик да вот это трейлер который растет ему не надо рубить голову у него вот автоматически все пасынки растут на одном уровне то есть они одинакового практически размера единственное что у этого трейлера я пробую у меня несколько таких кустиков и значит два кустика я не трогаю а на двух кустиках я в общем-то удаляла некоторые листочки чтобы дать больше света пасынкам ну чтобы они быстрее росли быстрее поднимались и чтобы быстрее зацвели потому что если вот так вот оставить до трейлер то света мало вот и в общем-то рост и цветение будет тормозиться лешатландский вереск сейчас тоже покажу значит об этом сорте тоже входит много легенд вот принципе я не совсем согласна по поводу вот этих мифов о лешатландском вереске замечательный сорт если учитывать небольшие такие незначительные особенности выращивания то в принципе лишь атландский вереск хорошо куститься его не нужно формировать и он хорошо закладывает цветоноса при определенных условиях вот так вот литуаника смотрите у меня есть еще один кустик вот на подоконнике и вот этот вот кустик вот видите там уже у меня есть бутончики и есть опасно совсем недавно мне присылали фото литуаники где у литуаники очень сильно подняты ручки вверх вот прям вот так все скукоженное и был вопрос почему не посынкуется и почему не закладывать цветоноса все объяснение очень простой когда у вас все вот так в пазухах листочка не могут появиться не пасынки нет ни цветоноса потому что там во-первых мы нет места вот слишком черешки близко к стволику растут и доступа света естественно поэтому если у вас такие литуаники делайте все для того чтобы розетка разложилась допустим черешки листочками останутся длинные но чтобы они опустились вверх как это сделать если на стеллаже ставить ближе к лампе раскладывать розетку принудительно так сказать если на подоконнике ждать весны ждать весны и розетка сама разложится вообще от литуаники в зимнее время на стеллаже ну вряд ли вы добьетесь чего-то там я не знаю какого-то там роста и хорошего цветения это такой сорт который очень любит подоконник очень любит подоконник и реагирует на естественное освещение вот при естественном освещении начинается рот рост начинается закладкой пасынков и бутон литуанику можно выращивать в три головы можно выращивать в одну голову для новичков лучше в одну голову потому что в три головы там есть очень много нюансов вот там нужно формировать нужно тоже выводить все эти пасынки ну в общем-то начинайте растить трейлера в одну голову вот так грунт для трейлеров я сейчас использую с пенопластовыми шариками объясню почему значит трейлеры трейлеров у меня очень много стало поливать их в чистом торфе нужно до того как поставить на фитиль ну в общем-то вручную до сразу если выращивать в чистом торфе без разрыхлителей сразу на фитиль не поставишь фиалки вот поэтому я приняла решение для трейлеров использовать состав грунта классический для фитильного полива у меня 40 процентов где-то торфа и 60 процентов шариков это я делаю для того что вот смотрите да я с семерки сделала сразу перевалку вот в такой кашпо вот и я безбоязненно с таким именно составом грунта ставлю сразу на фитиль фитильный полив это все-таки более быстрый рост фиалок да поэтому чтобы сейчас так весне и все убыстрить тут я буквально недавно на фитиль высаживала и тут уже я вижу с дренажных отверстий корешки вот и надеюсь что к весне большинство моих кустиков которые я формировала вот уже нарастут и будем пробовать давать им зацветать вот так вот так ну на этом собственно говоря наверное и все впереди у меня много работы вот тут нужно детки просматривать какие-то уже отсаживать можно от листа там еще стриптокарпусы стоят ждут пересадки наверное запишу видео вот так что дорогие друзья всем всего доброго как всегда мира добра и благополучия